Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, 14 часов 4 минуты. Это телерадиоканал Страна.ФМ. Всем большущий привет в эфирной студии Роман Шахов. У нас программа «Лучшее в стране» и, ну, одна из лучших представительниц отечественной музыки в гостях у Страны.ФМ. Лидер команды Ласкала Аня Грин. Привет. Привет, привет. Как ты красиво меня представила. Так приятно. Ну, знаешь, правду несложно говорить. Ой, краску гоняешь. Итак, как ты поживаешь? Как лето у тебя проходит? Расскажи. Слушай, буквально недавно открываю, значит, все свои соцсети и поклонники пишут, да, когда новые песни, когда новые клипы, когда вообще новое всё. И я такая, секундочку, секундочку. У нас вышел микстейп, у нас вышел клип. Мы сделали закрытую презентацию этого микстейпа. Мы выступили на фестивале на новой площадке на крыше. И это всё было за две недели. Я думаю, чуваки, я не успеваю за вашим аппетитом. Тише, изи, изи. Вот. Так что лето у нас очень активное. И в этот раз у нас шесть фестивалей. Это такой, знаете, средний показатель, нормально. Но все фестивали классные. Вот. Везде нас приглашали. Так что будем себя чувствовать максимально комфортно. Давай по поводу микстейпа поговорим. Это конец мая. Пересмотр звучания старых, уже известных произведений. Вот откуда возникла эта идея? Это тебе твои чуваки написали? Или ты сама решила? Или всей командой собрались, на четверых сообразили вот этот микстейп? Как это было? Я попробую вспомнить. После выхода альбома «Патагония» в февраль прошлого года нам начали наши поклонники присылать различные ремиксы на песни с этого альбома. И мы с Петроном подумали, с нашим гитаристом, что какая классная идея. У нас так много талантливых слушателей. А почему бы с ними не сделать коллаборацию? Кто? И сделали некий клич. Друзья, а не хотите попробовать свои силы и попробовать себя в качестве музыкантов и соавторов различных оранжевых? Оранжировок, да. Был лес рук, огромное количество различных демо-версий, ремиксов. Но мы в какой-то момент поймали себе на мысли, что есть очевидный шлак. При всем уважении к нашим слушателям за такое старание, есть действительно вариации, которые нам не нравятся. Ну, не подходит для профессионального использования. Абсолютно. А были варианты очень интересные, особенно радовали ремиксы, когда ты понимаешь, что автор — это человек, которым музыкой занимается как хобби, но при всем при этом у него получается кайфово, достаточно профессионально. Искорка-то есть. Искорка есть, и талант есть. И в итоге мы собрали семь таких коллабораций. И в качестве сюрприза, так как микстейп ждали все наши слушатели, мы поняли, ремикс — это не так интересно. И одну новую песню мы все-таки успели на коленках записать. Как сейчас помню, я сдаю последний вокальный бэк, Петя сводит, мы закрываем сессию и уезжаем в аэропорт. Так что мы, конечно, реально доделывали микстейп на коленках. Прямо в прямом смысле этого слова. Ну, что написали, как оценили люди, для которых все это делалось, как сама ты оцениваешь? Мы с Петькой очень сильно переживали. Переживали за то, что нашей музыке сейчас очень действительно много экспериментов. Очень много экспериментов. И раньше я почитывала рэпчик аккуратно, так, из-под тишка. Ты как-то по-другому это ведь называешь, не рэпчик. Ну, я называю это латинский речитатив. Ну вот, с вами все-таки элегантно так. А как-то я все с каждым альбомом все больше и больше начинаю зачитывать, и слушатели начинают все больше и больше переживать. Они же либо все-таки нас за рок, за лирику. Ну, конечно же. Тут начинается йо-йо-йо. Вот. И весь альбом получился, да, весь микстейп такой полурэперский. Переживали за это. Ушли от латинского вектора. Переживали. Но потом объяснили, друзья, это эксперимент. Мы всегда будем делать латину. Мы всегда будем делать сексуальные тексты. Мы будем петь о любви. Но дайте нам возможность немножечко выйти за рамки даже своего такого многогранного творчества. И в итоге микстейп встретили очень хорошо. Естественно, всегда есть комментарии из серии. Ну, такое, я бы это не слушал. Полное разочарование, там, дизлайк, отписка. Но 95% комментариев были положительные. Типа, вау, круто. Отличная статистика. Типа, раньше ненавидел эту песню, а сейчас данные обработки гоняют целыми днями в плеере. Так что не зря мы это сделали. Не зря. Значит, смотри, сейчас у нас 11 июня. Впереди много чего от лета. У вас фестивали. И я вам желаю удачи. Спасибо. Чтобы там все происходило на ура. Поснимайте, видео выкладывайте в соцсетях. Мы это любим. Какая-то студийная работа. Что-то на лето планируешь? Альбом. Мы пишем альбом. Мы пишем альбом. Так сложилось, что не можем мы клепать альбом раз в год. Не получается. Я пишу очень долго тексты. Очень долго. Для меня написать вокальный... Ты говори кропотливо. Кропотливо. Да. Долго, кропотливо. Я заморачиваюсь. Мне нужно, чтобы там... Но ты же филолог. Что с тебя взять? Ты знаешь, иногда мне это очень сильно мешает. По той простой причине, что я так круто заворачиваю мысль. Что нужно быть филологом, чтобы понять, что такое ясно. Со словариом сидишь, слушаешь песни, ласкалываешь, переводишь. Ты понимаешь, вот слушать музыку и кайфовать от звучания, чтобы потом бежать в Википедию, я не хочу. Я не хочу, чтобы наши слушатели так засиживались, так, что же такое амулета, что же такое рок-стар. Ну, я, конечно, утрирую. Но хочется сделать доступно, стильно и вкусно. А поэтому это, к сожалению, долго. Но альбом будет выходить в сентябре. Так. Так что посмотрите, что там получилось. Всё, друзья, мы ждём сентября. Наверное, где-то ты напишешь до этого, что ждём, когда скачиваем. Во всех сториз, во всех соцсетях. Ждём агонию. Да, а сейчас в ожидании агонии у нас уже известный реванш. В эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» «Ласкало», друзья. Дамы и господа, мы продолжаем. Аня Грин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ», лидер команды «Ласкало». Только что реванш в эфире. Ещё раз наши восторги по поводу этого произведения. Спасибо. И я уверен, что эта песня будет с тобой постоянно. Есть ли выступление, когда её не играешь? Каждый раз, когда не хотим её играть, публика очень сильно просит, и мы не можем устоять. Единственный раз, единственное исключение случилось в конце мая, когда мы делали закрытую презентацию в микстейп. Я сейчас расскажу, что это такое было. Но возвращаясь к теме реванша, так было весело и так было нам кайфово, что я попросила ребят дать нам такую возможность не играть эту песню. Ну, потому что тяжёлая композиция вызывает в голове массу переживаний, образов. Я говорю, давайте мы красиво всё закончим. Так, что же за презентация микстейпа? Мы решили, что нам нужно как-то с нашими слушателями увидеться до концерта в клубе «Рэд» 9 ноября, где будет презентация альбома. Мы поняли, что впереди июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, практически полгода. И наши слушатели, они голодные, им всё время мало, им хочется больше. И мы решили сделать закрытую презентацию в лофт-пространстве. Нам разрешили только 80 билетов завести. Мы их всех продали. И наши поклонники, приходя в это лофт-пространство, это была студия «Каттеншаут», они заходили и получали по красивому крафтовому пакетику с подарками. Ух ты! Да, там были значки, плакаты, диск. Там, в общем, были целые, знаете, такие вот прям ништячки для слушателей. А у вас есть ништячки, да. А у нас там вообще такой магазин так классно функционирует. Молодцы. Заходите, смотрите. Потом, значит, с этим пакетом к нам подходили слушатели. Мы их ждали у красивого стола. Вот, они с нами фотографировались, получали свои автографы заветные на плакатах, которые у них лежали в саквояжах картонных. Значит, случился митингрид. Мы их оставили, включили микстейп, потому что презентация микстейпа, они были первые, кто услышал. Вот, мы пошли краситься, переодеваться. Как только закончился микстейп, мы вышли на сцену и устроили такой электроакустический рубильный сет из любимых треков. И с момента начала и окончания прошло 4 часа. То есть с 5 до 9 мы радовали нашим. Рубилова. Да, вместо, ну, это наша такая уже фишка. Помимо концерта после каждой песни, мы выбирали лучшие вопросы. То есть слушатели не просто слушали нашу музыку, они пока мы переодевали и записывали вопросы. И вот мы выходили, играли песню, я тянула вопрос и отвечала. С шутчиками, с прибауточками, вообще, вот прям, знаешь, правда, матка. То, как ты умеешь, да. Вот как умею, как люблю, как получается. В общем, 4 часа такого митингрида мне понравились, но чаще раза в год не буду делать. Тяжело. Слушай, значит, в ожидании агонии, пластиночки, которые появятся в сентябре, что-то там будет с концертным туром. Расскажи, вот когда, чего, где, есть ли уже у тебя информация? Да, мы формируем. Сейчас пока получили активность от пяти городов, но, как ты понимаешь, впереди все лето. Турить мы начнем с середины октября и до декабря, да, до победного, до конца сезона. А там уже и Новый год, как бы, хорошо, да. А там уже, да, там уже и фестивали тоже новогодние. Готовим тур. Я не могу сказать, что это будет грандиозный тур, и мы сможем посетить всю Россию. Нет. Но мы, я думаю, 15-18 городов точно уговорим. Уговорим в смысле, не будем уговаривать, а в смысле, ну, ты понимаешь. Будут выступления, друзья, там, да. Да. Ушатаем. Вот так. Пока у нас есть подтвержденная Москва 9 ноября, Нижний Новгород, Рязань, Тула, Петрозаводск. Ну, в общем, все остальные города у нас прекрасно ждут вас на афише на нашем сайте. Вопрос, знаешь, о тех людях, которые тебя в жизни называют Анна Юрьевна. Как они поживают? Люди, которым ты преподаешь? Я в конце мая этого года попрощалась со всеми своими детками и взрослыми учениками. В прошлом году я прощалась с англичанами. Так. Вот, говорила я то, что сердце мое было разбито. Вот, сейчас я попрощалась еще и со спашками. И теперь на месте сердца, знаешь, такая черная дыра, которую нужно срочно заполнить любовью. Вот поэтому тебе и пишут, давай-давай песни, давай-давай выступления. Да, наверное, они хотят, чтобы я эту дырку черную в груди как-то заполнила. Тяжело было уходить, но ты знаешь, когда есть цель, а моя цель – это моя группа, моя музыка, к сожалению, нужно чем-то жертвовать. Это касается абсолютно всех людей в любом виде творчества и профессиональной деятельности. Я долго не могла сделать выбор. И когда я поняла, что, господи, моей группе 7 лет, я приезжаю на концерты убитая, потому что я провожу по 10-12 уроков в день. Я прихожу к людям, которые ждут меня с моими песнями. Я «Эй, привет, Москва! В Москву дайте я присяду». Это тоже нечестно? Это нечестно по отношению к тем людям, которые приходят ко мне получать эти самые эмоции? Ну, конечно, конечно. А после концертов, после туров приходить к детям на уроки, вот такой, типа «Ола, чекос, комэш». Тоже нечестно, да? Нужно выполнять работу свою хорошо. Я перфекционист. Для меня «хорошо» – это минимальная оценка. И если я понимаю, что сегодня я хорошист, я себя всю потом дорогу ненавижу. Так что для того, чтобы все было на 5 и на 5 с плюсом, деятельность должна быть одна. Друзья, пока вы продолжаете записывать за Аней, мы сделаем небольшую паузу, чтобы все законспектировали. Очень скоро вернемся. И если у вас есть вопросы к лидеру «Ласкалы», их можно оставлять в ВКонтакте телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас там есть публикация по поводу визита Ани. Пишите. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, Аня Грин из команды «Ласкала» по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». И мы сейчас смотрим внимательно на ту пластиночку, которую Аня держит в руках. Итак, рассказывай, хвастайся, альбом. Это тот самый микстейпик, о котором, собственно, мы начали разговаривать. Пластинка, на которую вошло 8 всяких ремиксов и новая композиция. Оформлением занимался наш гитарист Петрон, потому что он умеет работать с фотошопом. Петр Яздаков. Да, Петрончик, да. Вот он, кстати, сегодня в качестве поддержки с нами. Он всё, Петрончик вообще молодец, да. Да. Вот, значит, он меня заставил своей рукой писать вот это вот слово микстейпа. Я так ненавижу свой почерк, а он взял... Я сначала не поняла, что он хочет сделать, а он взял, короче, в наглую. Просто скопировал с белого листочка мой почерк и засунул сюда. И я теперь каждый раз вижу свои корявые буквы. Но он говорит, красиво смотрится. Это авторский, понимаешь, текст. Почерк, да. Фотографию делала Мелисса Фокс, а потом две девушки-художницы её всячески прорисовывали. Потому что это фишка на всех наших обложках девчонки. Это можно приобрести, потому что сейчас мы живём в цифровую эпоху, где песни скачиваются. Мы напечатали всего 200 дисков, 80 ушли в качестве подарков для наших гостей, которые пришли на презентацию. И осталось ещё... Музыкантам немножко тоже досталось. В общем, 105 дисков точно есть в нашем магазине. Вот. Спешите, покупайте. Вот Петрон очень гордится задней частью этого микстейпа по той простой причине, что его вдохновляла его коллекция кассет, которую он начал собирать в начале 90-х. Сразу, как родился, начал собирать. Ну, знаете, вот бывают такие люди. И он начал собирать все эти кассеты, и он говорит, так оформлялись раньше обложки кассет. То есть какой-то жёлтый яркий кислотный фон, в квадрат взята обложка и куча всяких непонятных цифр. Восемь — это восемь треков. Тут всякий... Тут есть код. У каждой кассеты раньше был код. У нас это APSE и 808. Значит, в этом тоже есть своя концепция. Это A — это Аня, P — это Пётр, S — это Сергей, E — это Евгений, да, это наши музыканты. Квартет ваш, да? Да. И 808-й бас, который используется сейчас абсолютно всеми музыкантами, которые делают трэпчик, которые занимаются современной хип-хоп-музыкой. Вот. И, собственно, можно многое ещё рассказывать. Вот, например, моя любимая вещь в этом микстейпе — это то, что я взяла в транскрипцию название, и людям популярно объяснила, что же такое микстейп. Они же постоянно спрашивают, а что такое микстейп, а чем он отличается от альбома. А тут всё понятно, что это компиляция различных композиций, на которые приглашаются другие музыканты. Вот всё популярно объяснили, и здесь вывели треки по блокам. Последний блок, он посвящён Патагонии, которую мы записали с группой Аспин. Значит, про эту песню мы сейчас поговорим. У нас и клип есть. А то. Вот. Но я хотел тебя спросить по поводу этих тейпов. Ты-то сама когда-нибудь слушала музыку на кассетах? Конечно, конечно. Собирала лишь, что у тебя были, какие? У меня была коллекция всех альбомов группы «Мумитроль». Так. Я была огромной фанаткой, и я собирала эти кассеты везде. Красный был у тебя морской. Ну, конечно. С морской всё началось. Но потом же было... Потом кое-как я нашла икру, шамору. Я очень долго искала шамору в двух частях. Вот. Я собирала кассеты везде. Была в Владивостоке, там урвала какую-то кассету на блошином рынке. Из Питера привезла кассету. Из Якутска, из Иркутска, из Братска. География моих кассет, коллекции «Мумитроль» очень-очень разнообразная. Вот. И любила я, пока в 2004 году не вышел альбом «Похитители». И он уже вышел на диски. И я поняла, что всё, уже как-то не вяжется. Эпоха ушла. Ушла эпоха. И моя любовь, она переросла уже не в такую фанатичную страсть, а уже именно... Она превратилась в какой-то профессиональный интерес. Потому что пришла музыка в мою жизнь. А когда приходит музыка в жизнь музыканта, он перестает слушать музыку. Он начинает её анализировать. И с 2004 года я начала анализировать «Мумитроль», что мне безумно не понравилось. И я решила, всё завяжу, закрою эпоху. Давай тогда раскроем подробности того, как вы сотрудничали с «Аспен». У нас вышел альбом «Патагония». И тогда мы сделали клич. Друзья, присылайте ремиксы на наши песни. Коллеги-музыканты, это касается вас. И слушатели, вас это тоже касается. И тогда мне Кристинка в один из моих визитов к ней, когда я приехала на вокал, говорит, «Ань, я очень люблю «Патагонию». Я прослушала альбом. Блин, спасибо, неплохо, кайфово. Но «Патагония» — это что-то. Я хочу эту песню исполнить. Дайте нам такую возможность. Пожалуйста, мы бы хотели поучаствовать в вашем микстейпе. Думаю, блин, ну конечно. И они единственные, кто не сделали кавер. Они сделали свою именно аранжировку, добавили текстовой вариант. Нам очень понравилось. Поэтому трек настолько неординарный получился. Друзья, у нас будет возможность посмотреть, послушать прямо сейчас в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» «Ласкало», «Аспен», «Патагония». Смотрите, слушайте. Лучшее в стране Дамы и господа, это телерадиоканал «Страна.ФМ», программа «Лучшее в стране». Аня Грин в гостях у нас. И только что мы послушали «Патагонию», которая зазвучала в абсолютно новом для нас варианте. Ну, собственно, песенка-то уже у нас в эфире есть. Она украшает. Большое спасибо Кристине из команды «Аспен». И Ване. Вот, молодцы. Они какие-то еще совместочки планируются у тебя? Ну, как уже? Раскрой карты-то, что там вообще, да? В ноябре мы записали с ними акустическую версию на их песню «Бой». Вот. Сейчас они сделали электрическую версию на песню «Патагония». И я понимаю, что объективная электрика, она, конечно, круче выглядит, чем акустика. Надо теперь нам ответочку электрическую с ними еще какую-нибудь сделать на их треканчик. А потом они, наверное, акустику на какой-нибудь наш трек. И так будем пожизненно идти. И, честно, хочу дальше с ребятами работать, потому что мы дружим, потому что нам комфортно. Мы эмоционально комфортно друг к дружке подходим. Плюс Кристина — это мой человек, максимально мой человек, которого я так долго ждала и вот, наконец, нашла. Но это не означает, что мы пожизненно теперь должны закрыться от других коллективов. Вот. Я бы хотела продолжать открывать нашим слушателям таланты. Как в свое время мы приглашали ребят к нам на разогревы, вот, и многие наши слушатели полюбили Аспин. Также я хочу в дальнейшем продолжить раскрывать нашу талантливейшую сцену, которая пока сидит в андеграунде. Вот сейчас как раз, дорогая Аня, многие начинающие артисты прибавили громкость со стороны ФМ и думают, как нам написать, что ли, ей отважиться. Как быть-то, если они хотели бы о себе заявить? Когда им нужно написать какую-то гадость, они находят способ. Так что для того, чтобы написать вещь приятную, тоже найдут. Вот. У нас в группе, в официальной группе ВКонтакте указаны координаты нашего менеджера Юли. Вот они не могут написать ей напрямую. Я уже личку свою не могу открывать, потому что там столько непрочитанных сообщений, я не успеваю. А ты перфекционистка, мы помним, да. Да, когда вот эти вот красные висят, вот эти вот непрочитанные сообщения, мне аж трясти начинает. Но всегда можно найти способ и написать в группе, потому что в группе я активно отвечаю. Мы с тобой хотели поговорить не только про участников этого замечательного клипа «Патагония», но и про режиссера. Расскажи, вот, кто этот талантливый человек, как он с вами работал. Я хочу передать привет. О, я прям чувствую себя, как на поле чудес. Давай. Леша Махову. Леша Махов, Алексей Махов. Это наш режиссер, режиссер этого клипа. Он известен как крутой концертный фотограф, в основном работает с западными командами. И его непросто выловить в России, потому что он то у нас, значит, в Австралии, то он где-нибудь в Европе турит, тусит с музыкантами крутыми. Вот. И когда он приезжает в Россию, всегда очень нам боязно, как бы он не отказался бы. А тут он послушал трек, который ребята сделали, да, аранжировку. Такой говорит, о, отлично, надо делать клип. Мы такие, фу, слава богу, он сам предложил. Потому что мы не знали, как подлезть, как... Он предложил и говорит, так, все, значит, идея моя. Сейчас мы сделаем то-то, 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 вообще не заморачивайся. Все мои попытки кому-то позвонить, что-то решить заканчивались тем, что ты зачем сюда лезешь? Ты зачем сюда лезешь? Ты думай о том, как ты будешь выглядеть в клипе, и все. Я думаю, вот это да. Для тебя ведь это новое. Конечно, я привыкла все, всегда, сама, свой нос огромный куда-нибудь засунуть. Потому что, ну, потом же, если будут проблемы, с меня спросят. А тут с меня ничего не спросили. И так классно, мы за один съемочный день, ну, ровно за сутки, мы уложились. И огромное спасибо, опять-таки, Иване с Кристиной. Они оплатили локацию, но, к сожалению, у них слетел их клип. А деньги уже получить назад было невозможно. И они говорят, ребята, надо на Патагоне снимать клип. У нас тут уже инвестирование произошло. И мы такие, оп, ну все, раз уже локация есть, значит, все остальное берем на себя. И мы взяли всю световую, техническую сторону на себя. И классно, что Леша курировал этот процесс. Леша снимает не только нам клипы, он вообще снимает клипы. Так что, уважаемые коллеги, кто хочет такой классный клип, знаете, кого искать. Алексей Махов. Слушай, к следующему приезду Алексея Махова, будет ли у вас готова песня, чтобы Алексей опять предложил? Вот теперь надо очень сильно попотеть, чтобы он так же послушал, сказал, я вижу клип. И мы сейчас думаем с Петроном, что же такое ему конкретно понравилось, чтобы зацепить в следующий раз. Ну а ты бы сама на какую песню хотела снимать? Вот все-таки как автор, как... Пульс. У нас вышел отличный трек, Пульс. И я бы хотела в клипе прямо показать то, о чем я думала, когда писала эту песню. Но то, что у меня в голове, мы начали накидывать смету и поняли, что, ну, мне кажется, можно вот машину хорошую купить. Поэтому мне бы со своими идеями и мыслями как-то поскромнее стать. Но пока все, что приходит в голову, я не могу себе сказать стоп, так не думай. Ну, надо показать Алексею, может быть, там что-то еще у него. Надо показать Алексею, да, там как раз выход на крышу. Я уже одну крышу нашла. В общем, кто знает. Включился творческий человек, дорогие друзья. Да. Ну, а бывает такое, что ты отключаешься от работы? Все-таки лето, и где-то не только в студии посидеть, не только по фестивалям, но и, может быть, где-то позагорать как-то, вот эти месяцы благословенные. Слушай, я называю это творческие свидания. Ну, мой психотерапевт мне предложил назвать это творческими свиданиями. Для того, чтобы мне снизить уровень стресса, мне приходится куда-нибудь ездить хотя бы на три-четыре дня, чтобы как-то вот, значит, кукушка встала на место. Недавно мы ездили в Вену. Я никогда не была в Австрии, я влюбилась. У меня была игра «Найди некрасивый дом». За четыре дня я не смогла найти ни один некрасивый дом. Вот просто не смогла. Думаю, ты что за город такой? Иногда просто приезжаешь с гастролями куда-нибудь в регионы и ищешь хоть один красивый дом. Да, тут такой контраст. И вот планирую сейчас поездку в Испанию, к себе на дачу, я это называю. Это Малага. Это будет моя десятая вылазка в Испанию. По-моему, четвертая или пятая в Малагу. Это место моей силы. Я прихожу на пляж, мне приносят махито. Я, значит, такая сижу и начинаю писать новый альбом. Я не знаю, как это происходит. Говорят, есть места силы. Что еще из творческих свиданий? Много гуляю. Вот сейчас прямо хочу от вас дойти, доехать до парка Сокольники. Там прошло мое детство частично. В ДНХ, Царицин. Я ни разу не была в Царицин, представляете? В Коломенском ни разу не была. Так что у меня на сегодня... Кстати, хорошая локация для съемок. На всякий случай сейчас все лето. Леша, так, надо будет ему, кстати, намекнуть, что там тоже можно сняться. В общем, много гуляю. Но каждый раз, когда гуляю, надо не забывать откричать телефон. Потому что телефончик напоминает о делах постоянно. Но я учусь, я учусь находить время на отдых. И всем рекомендую это делать. Знаешь что, хотел у тебя еще спросить, как у человека, профессионального филолога. По поводу языков. Люди, когда уже, знаешь, тоже уезжают куда-нибудь в Испанию и чувствуют себя, ну, не как ты там, да, как дома. Все-таки как в другой стране. Как можно взрослому научиться языку? С чего начать хотя бы? Посоветуй. Просто захотеть. Серьезно, просто захотеть. Потому что тема, когда человек говорит, я хочу говорить по-английски. Ты спрашиваешь, для чего? Ну, для того, чтобы в Египте себе заказывать мохито. Это не цель. А когда спрашиваешь, для чего? И тебе человек отвечает. Чтобы общаться. Чтобы понимать, что от меня хотят не только в ресторанах, но хотят деловые партнеры. Язык для меня – это возможность улучшить свой заработок. Все, ты видишь, у этого человека высокая мотивация. Он хочет, ты просто его направляешь. Ага, вот смотри тебе фильмы, вот смотри тебе репетитор, еще что-то. А когда есть желание такое, ну, хотелось бы раз в год иногда использовать язык. Это не желание, это не цель, поэтому таким людям я ничего не посоветую. Друзья, после этих правильных мотивашек и хороших песен мы благодарим Аню. А я тебя благодарю и надеюсь, что наш концерт 9 ноября в Москве в клубе «Рэд» ты точно теперь не пропустишь. Друзья, 9 ноября во сколько? Значит, двери клуба открываются в 19, но мы, как обычно, на сцене в 20, в 20 с копеечками. Там будет презентация альбома «Агония». Приходим и фанатеем, все. Ласкало. Аня Грин в гостях у «Страны.ФМ». До новых встреч. Пока. Пока. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова